Уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день. Я не знаю, кто откуда присоединился к нашему вебинару, к нашей школе по хронической сердечно-недостаточности и сахарному диабету. Сегодня это самая актуальная тема. На всех конгрессах, на всех семинарах обсуждается данная тема. Это связано с тем, что у нас появился новый лекарственный препарат, группа даже ингибитор GLT-2, который продемонстрировали свои потрясающие клинические эффекты снижения и смертности, и госпитализации у больных хронической сердечно-недостаточности. Алина Юрьевна более подробно расскажет о механизме действия данной группы препаратов, так как наши эндокринологи первые начали их применять в лечении больных с сахарным диабетом. И вот сейчас по результатам ряда клинических исследований данная группа препарата внесена в рекомендации не только у больных в лечении с сахарным диабетом для профилактики сердечно-сосудистых осложнений, но также рекомендации по хронической сердечно-недостаточности. С вашего позволения я начну свое выступление. Две большие темы. Я постараюсь уложиться в то отведенное время, в короткое время, конечно, осветить вопрос с сахарной диабетом и сердечно-недостаточность. За 30 минут практически, вы понимаете, невозможно, а мне надо еще сказать о наших рекомендациях. Итак, уважаемые коллеги, вот это вот слайд, который я должен обязательно демонстрировать, конфликт интересов. И данная школа проводится при поддержке компании Верингер и Гельхай. Но я сразу же заявляю, что вышеуказанная информация никаким образом не повлияет на собственное мнение при изложении своего доклада. Итак, уважаемые коллеги, конечно, наши знания, наши подходы к введению больных всегда ориентируются на клинические рекомендации, которые мы с вами прекрасно знаем при хронической сердечной недостаточности. До 2020 года мы жили по рекомендации 2016 года Европейского общества кардиологов. И также были рекомендации российские, РКО, обращали внимание на американские рекомендации, они немножко отличаются. Пару слов я, похоже, скажу, чем они отличаются от всех наших и европейских рекомендаций. Но в 2020 году мы вот такой вот ставим жирный крест на всех тех рекомендациях, которые до этого были, потому что по распоряжению правительства, при распоряжении президента были подготовлены российские рекомендации по различным заболеваниям. В частности, по введению больных хронической сердечной недостаточности вы можете с этими рекомендациями ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, на сайте Российского кардиологического общества, на сайте Кардиоцентра. Эти рекомендации подготовлены большим количеством специалистов по хронической сердечной недостаточности и были приняты Российским кардиологическим обществом и утверждены на научно-практическом совете Министерства здравоохранения Российской Федерации. Почему я говорю о этих рекомендациях? Потому что мы с 2021 года, с января месяца начнем жить по этим рекомендациям, и все контролирующие органы будут смотреть, как мы с вами лечим в соответствии с данными рекомендациями. Что принципиально важно в этих рекомендациях? В этих рекомендациях, помимо всего прочего, то, что мы привыкли видеть в рекомендациях клиника, диагностика, лечения, есть критерии оценки качества медицинской помощи, по которым будут оценивать качество ведения больных хронической сердечной недостаточности. И также в этих рекомендациях впервые представлена необходимость и целесообразность создания специализированной помощи для больных хронической сердечной недостаточности. А в разделе «Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания» – это пункт глава 6, там представлена и декомпенсация хронической сердечной недостаточности, и различные коморбидные состояния, которые встречаются у больных хронической сердечной недостаточности, и как ввести, какие лекарственные препараты назначать. Ну, достаточно большой такой труд, 202 страницы машинописанного текста. Конечно, мы должны с вами их знать и ориентироваться сегодня на данные рекомендации. Тем более, я еще раз хочу повторить, что данные рекомендации будут основанием для контроля за оказанием медицинской помощи больных хронической сердечной недостаточности. Принципиально важное отличие от рекомендаций Европейского общества и Американского общества кардиологов – то, что нам было рекомендовано ввести вот такие вот шкалы оценки уровня достоверности доказательства, как метод профилактики лечения. Вы видите, этот УДД – уровень достоверности доказательства разделен на 5 пунктов. Первый пункт – систематический обзор. Это самый высокий уровень доказательства клинических рекомендаций с применением метаанализа. Ну, пятый пункт – это, безусловно, мнение экспертов. И нет каких-то клинических доказательств того эффекта того или иного лекарственного препарата или метода лечения. Уровень, также существует уровень убедительности рекомендации разделен на 3 пункта А, Б, С, где, опять же, вы видите А – самый сильный, С – самый слабый уровень убедительности. И в ситуации, когда мы ставим, допустим, УДД-5 и УРЦ, то эти методы лечения или методы диагностики не должны использоваться у больных различных заболеваний. Это также относится ко всем рекомендациям, которые на сегодняшний день будут выходить, которые уже вышли, это по острому коронарному синдрому, по артериальной гипертонии, другим нозологиям, также и не только кардиологическим, но и всем заболеваниям. Должно быть около тысячи подготовленных рекомендаций. Что это значит, вот эти уровни УРЦ, УДД? Вот на примере лабораторно-диагностического исследования. Вот в рекомендации у нас написано, что всем пациентам с предполагаемым диагнозом ХЦН рекомендуется исследование уровня мозгового натриуретического пептида или же Н-терминального фрагмента натриуретического пропептида, мозгового натриуретического пептида в крови. Вот уровень убедительности А, уровень доказательности 2. То есть это в обязательном порядке. То есть сильная рекомендация и доказано в отдельных клинических исследований, что данный метод обследования должен быть обязательным. То есть это есть обязательный лабораторный показатель, который мы должны с вами использовать, независимо от того, где мы с вами работаем. Мы работаем или в поликлинике, или работаем в федеральном центре. В обязательном порядке для диагностики мы должны с вами проводить данный анализ. Это прописано и в контроле качества за оказанием медицинской помощи. Это должно наконец-то, можно сказать, ура-ура, наконец-то натриуретический пептид введен в стандарты, будет введен в стандарты оказания медицинской помощи больных хронической сердечной недостаточности. Определения остались все такие, но я уже неоднократно говорил, что мы должны ставить диагноз сердечной недостаточности только при наличии соответствующих сжалоб. Типичное проявление – это одышка, слабость, сердцебиение, повышенная утомляемость. Это ключевой момент, когда мы с вами ставим диагноз хронической сердечной недостаточности. Есть жалобы, есть диагноз, потому что хроническая сердечная недостаточности – это клинический синдром, который характеризуется соответствующими сжалобами и соответствующими проявлениями. Вот это мы с вами должны обязательно помнить. Просто так уменьшение фракции выброса без проявления сердечной недостаточности. Здесь мы не вправе с вами говорить о клинической сердечной недостаточности. Мы можем говорить о дисфункции левого желудочка. Это очень важный момент. Мы, к сожалению, с вами должны констатировать, что у нас очень часто идет гипердиагностика хронической сердечной недостаточности. Почему мы все время возвращаемся к сердечной недостаточности? Кажется, заложен синдром сердечной недостаточности. Не все же мы синдромы так с вами рассматриваем. Есть ли другие синдромы, по которым не пишется специальная рекомендация? Это связано с тем, что в настоящее время происходит огромное распространение сердечной недостаточности в мире. Вот, например, по последним данным, вы видите, последний данный 2018 года, примерно в мире 64 миллиона людей страдает хронической сердечной недостаточности. Распространенность составляет примерно 1-2% населения, которое нет. И в разных странах, вы видите, количество больных с сердечной недостаточности колеблется. Ну, вот в Сингапуре 4%, в Европе, во Франции 2%, а вот в нашей стране, я вам покажу, 10% больных страдает хронической сердечной недостаточности. Что нас ждет в будущем? В будущем, к сожалению, нас ждет достаточно печальная картина, что количество больных будет с неуклона расти. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки, например, предполагается, что количество больных увеличится на 46% с 2012 по 2030 год. То есть, независимо от возраста, независимо от пола, количество больных будет резко увеличиться. Ну, вот в Великобритании такая же ситуация отмечается. У меня отмечается увеличение, резкое увеличение больных хронической сердечной недостаточности. Вот с 2002 по 2014 год увеличилось на 23% больных хронической сердечной недостаточности в Великобритании. Вот данные по нашей стране буквально за какие-то там 15-16 лет количество больных резко удвоилось. Доля пациентов, обратите внимание, в нашей стране сердечной недостаточности популяции составляет 10%, а больных с третьим, четвертым функциональным классом, их увеличилось в 3,5 раза, то есть 4 миллиона. Огромная армия больных хронической сердечной недостаточности в нашей стране. Мы на самом деле опережаем страны Европы, Соединенные Штаты Америки, другие страны по распространенности хронической сердечной недостаточности. Ну, с чем это связано, очень сложно дать однозначный ответ, по всей видимости, может быть, с гипердиагностикой, неправильностью постановки диагноза, вот эти вот моменты. Но, с другой стороны, просто взять, отказаться, сказать, что это неправда, мы с вами не можем. Мы должны, конечно же, на сегодняшний день провести такое эпидемиологическое исследование и четко сказать, какая у нас распространенность, какая заболеваемость, какая смертность от хронической сердечной недостаточности. Но при этом мы с вами прекрасно понимаем, что диагноз хронической сердечной недостаточности никогда не ставится на первое место. Это осложнение. И вот это связано с экономическим вопросом. Всегда диагноз уходит на второй план, и вот просто взять и сказать, проанализировать мы на сегодняшний день не можем. Другая проблема – это с увеличением хронической сердечной недостаточности, связанной с нашими достижениями в лечении данной категории больных. Это мы с вами активно лечим больных с инфарктом миокарда, внедряются новые технологии, мы спасаем жизнь наших пациентов, и что мы получаем в итоге? Мы получаем с вами увеличение больных хронической сердечной недостаточности. Мы не можем предотвратить развитие данной патологии, мы не можем с вами пока повлиять на процессоры моделирования, мы не можем остановить с вами развитие хронической сердечной недостаточности. Другая проблема – проблема частой госпитализации больных хронической сердечной недостаточности. Обратите внимание, по последним публикациям, какой огромный процент госпитализации по поводу сердечной недостаточности. В среднем примерно ежегодно госпитализируется 3,7% больных с сердечной недостаточности. Если пересчитать на нашу страну, то по приблизительным данным примерно 600 тысяч больных ежегодно госпитализируется по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что у больных ухудшается прогноз. Обратите внимание, если больные госпитализируются, то медиана выживаемости больных без госпитализации составляет 5,3 лет, а больных, которые госпитализируются по поводу декомпенсации, у них прогноз резко ухудшается и медиана выживаемости составляет 2,9 лет, то есть практически в два раза меньше, нежели у больных, у которых не было госпитализации по поводу декомпенсации сердечной недостаточности. Каждый второй пациент с СН умирает в течение 5 лет после постановки диагноза. Вот прогностически неблагоприятное заболевание. После первой госпитализации каждый десятый пациент в течение 30 дней, каждый пятый в течение 1 года и каждый второй в течение 2 лет. У пациентов снижены показатели 5-летней, 10-летней выживаемости. Мы видим с вами, к сожалению, тенденция выживаемости у больных, сердечной недостаточности очень плохая, она даже хуже, чем при ряде онкологических заболеваний. Вот последние данные шотландского регистра показано, что у больных, к сожалению, 5-летняя выживаемость как у мужчин, так и у женщин. Сердечная недостаточность примерно сопоставима с различными онкологическими заболеваниями. Самое главное, что неважно, какая фракция выброса, исходная у нашего больного или сниженная, или сохраненная фракция выброса, прогноз жизни у больных хронической сердечной недостаточности практически одинаково, независимо от фракции выброса. Таким образом, по нашей стране, Российской Федерации, в России страдает примерно 12,5 миллионов человек. Каждую минуту в России умирает один пациент с ХСН, 35% пациентов моложе 60 лет. Вот это тоже очень важный момент. По различным регистрам у нас больные хронической сердечной недостаточности значительно моложе, нежели в западноевропейских странах. И еще ХСН диагностируется в 92% пациентов, которые наблюдаются у кардиолога. Вот здесь, по всей видимости, есть одно из тех объяснений, почему мы с вами видим такое большое количество больных с хронической сердечной недостаточности в нашей стране. Несмотря на, казалось бы, такие большие успехи в лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, различные клинические исследования по введению больных с сердечной недостаточностью, мы с вами должны констатировать, что успехов-то в реальной клинической практике введения больных с сердечной недостаточности, ну, у него не столь позитивны. Вы видите, что данные Соединенных Штатах Америки, уменьшение смертности от ИБС, инсультов, а вот смертность от сердечной недостаточности не меняется на протяжении уже достаточно большого промежутка времени, да, уже несмотря на то, что мы применяем ингибиторы, бета-адреноблокаторы и другие лекарственные препараты, да. Вот другие данные скоррегированы по риску выживаемости. Мы с вами видим, в течение 10 лет не изменилась ни 30-дневная выживаемость, выживаемость ни годичная, ни трехлетняя выживаемость, к сожалению. Мы с вами должны констатировать этот факт, что прогноз жизни очень плохой. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано в первую очередь, что в реальной клинической практике, к сожалению, часто не назначаются лекарственные препараты, которые имеют доказательную базу. Мы могли бы критиковать нас, нашу страну, говорить, что у нас плохо лечим, да нет, уважаемые коллеги. Мы видим и по данным Соединенных Штатов Америки, по данным европейских, западных стран, что, к сожалению, лекарственные препараты не столь часто назначаются. Вот, например, ингибиторы, обратите внимание, неназначение препаратов, блокаторов ренина-ангиотензина системы это 39%, арнии 86%, не назначаются бета-блокаторы в 32%, и антагонисты минералокортикоидные рецепторы не назначаются в 65% случаев. Самое поразительное, обратите внимание, среди пациентов, которые возможно назначить всех классов препаратов для лечения ХСН, только 1%, 1% пациентов одновременно принимают целевые дозы бета-блокаторов ренина-ангиотензиновой системы, антагонисты минералокортикоидные рецепторы. 1%. Вот вам и результат, почему такой плохой прогноз жизни, плохая выживаемость у больных хронической сердечной недостаточности, и почему мы так плохо с вами можем коррегировать те симптомы, которые предъявляют наши пациенты. Жалобы, да? А это один из важных ключевых моментов в лечении больных. Мы можем с вами много раз обсуждать прогноз, улучшение выживаемости и так далее и тому подобное, но самое главное для нашего пациента – это уменьшение симптомов, улучшение качества жизни. Будет видеть, что улучшаются симптоматики, будет больной, безусловно, привержен к лечению. Вот это очень важный момент. Мы на сегодняшний день должны говорить о том, что на фоне проводимой терапии мы с вами улучшаем клиническую симптоматику. Другая проблема – это, конечно же, коморбидность, большая коморбидность у больных хронической сердечной недостаточности. Ну, сердечная недостаточность – это синдром, значит, должно быть заболевание, которое привело к развитию данного синдрома, и, безусловно, вы понимаете, что у данного пациента должны быть какие-то еще дополнительные заболевания. Ну, есть такая шутка, да, если человек в 50 лет проснулся и у него ничего не болит, значит, он умер. Ну, вот, чтобы так немножко отвлечь вас, вот такую вот картинку я представил, когда тебе за 50 лет и врач сказал приложить лед там, где болит, мы видим с вами, что, к сожалению, вот такая ситуация. Каждое десятилетие, к сожалению, у человека присоединяется дополнительно еще одно заболевание. Если в 50 лет одно, в 60 лет два, в 70 лет три, в 80 лет уже четыре заболевания. Безусловно, вот эти вот все заболевания, они, безусловно, кардинально меняют течение и хронической сердечной недостаточности, а самое главное, что сама сердечная недостаточность, кардинально меняет течение других заболеваний и ухудшается, естественно, прогноз жизни. Давайте посмотрим на данные наших американских коллег. Огромное количество больных, практически 5 миллионов пациентов сердечной недостаточности. Обратите внимание, что процент коморбидных состояний от анемии у каждого второго пациента, сахарный диет у каждого второго пациента, заболевание почек, поражение почек, нарушение почечной функции практически каждого второго, Хобблфт, каждый 3-й больной, фибрилляция предсердия, каждый 3-й больной, Деменз, болезнь Альцгеймера, каждый 3-й больной. Вот такой вот портрет нашего больного хронической сердечной недостаточности. Вы понимаете, просто так лечить дисфункцию левого желудочка без учета других сопутствующих заболеваний мы, конечно, не можем. Если мы с вами посмотрим на причины следственной связи развития сердечной недостаточности, то мы увидим, что на третьем месте по причине заболевания стоит сахарный диабет. Вот это вот проблема. Алина Юрьевна будет говорить о сахарном диабете как предиктор сердечно-сосудистых заболеваний. Мне хотелось показать этот слайд. Сахарный диабет это сердечно-сосудистые заболевания. Это в 20 веке стали называть сахарный диабет сердечно-сосудистым заболеванием. Вы знаете прямую связь. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и диабетическая кардиомиопатия, которая может развиваться при сахарном диабете. Распространенность сахарного диабета, также не буду об этом подробно говорить, а Алина Юрьевна об этом скажет, но мы знаем, что количество больных с сахарным диабетом также увеличится. С чем это связано? Это связано безусловно еще с тем, что происходит старение. Старение населения. Чем старше наш пациент, тем больше у него риск развития и сахарного диабета. Это мы с вами должны констатировать. Но не вся сердечная недостаточность связана с атеросклеротическим заболеванием сосудов. Да, большая доля это, конечно же, ишемическая болезнь сердца, но мы должны констатировать, что и у больных с сердечной недостаточностью развивается без ишемической болезни сердца. Различные причины, много причин и кардиальные, и экстракардиальные причины развития сахарного диабета. Мы прекрасно знаем, что сахарный диабет может привести к развитию и приводит к развитию атеросклеротическому поражению коронарных сосудов. И в конечном итоге, как итог, это, конечно же, развитие хронической сердечной недостаточности. Вот механизм развития диабетической кардиомиопатии. Это повреждение микроциркуляторного русла. У больных с сахарным диабетом часто развивается микроангиопатия, изменение энергетического обмена, повышение токсичных промежуточных продуктов, которые из-за нарушения утилизации глюкозы приводят к развитию нарушения сократительной функции. Снижение сократительной функции миокарда, это снижение клеточной генерации, повреждения вне клеточной матрицы. Все это приводит к развитию так называемой диабетической кардиомиопатии без повреждения крупных коронарных артерий, которые мы не видим. Или же особенности атеросклеротического повреждения коронарных сосудов при сахарном диабете, это не локальный атеросклероз, это диффузный атеросклероз. Как четкие повреждения на всем протяжении коронарной артерии, безусловно, сложности проведения оперативного вмешательства. И больным мы знаем, что с сахарным диабетом сниженной фракцией выброса сердечной недостаточности, метод выбора ревосклерозации является аортокоронарное шунтирование, а не стентирование. Риск развития сердечной недостаточности при сахарном диабете колоссальный. Мы видели с вами, что 50% больных СН имеет сахарный диабет. Можно в обратную сторону сказать, что 50% больных с сахарным диабетом имеют сердечную недостаточность. Приблизительно 30% пациентов имеют сердечную недостаточность с сахарным диабетом. Это по одним данным, а по другим данным вы видите совершенно другая картина, что до 50% доходит риск развития сердечной недостаточности при сахарном диабете. 85% пациентов имеют одно сопутствующее заболевание. Это ИБС, это гипертония, это фибрилляция предсердия. Вот эти все вещи, они имеют место быть. Прогноз, конечно же, у данной категории больных значительно хуже. У больных с сахарным диабетом сердечной недостаточности у него прогноз значительно хуже, нежели у больного без сахарного диабета. Но это все данные подтверждают мои слова, я не буду подробно останавливаться. На этих вопросах вы видите риск развития, риск госпитализации. У больных с сахарным диабетом значительно хуже, нежели у больных без сахарного диабета. И вот, мне кажется, вот это вот очень важный ключевой слайд. Смертность у пожилых пациентов с сахарным диабетом и сердечной недостаточности. Вы видите, смертность составляет 80% в течение трех лет. В течение одного года составляет 50% по сравнению с больными без сахарного диабета. Вот вклад, колоссальный вклад с сахарного диабета в прогноз жизни наших больных. Вот данные 2018 года профессора Дедова и профессора Шестакова национального регистра также говорят о том, что примерно у 30% больных с сахарным диабетом встречается хроническая сердечная недостаточность. Что касается диагностики, вы видите, опять же, я хотел остановиться на том, что в первую очередь клиническая картина. Если все нормально, нет клиники, да, а просто там изменена эхокардиография, нету маловероятной сердечной недостаточности. Если есть хотя бы один признак симптома или изменение электрокардиограммы, мы должны провести анализ натриуретического пептида, потом эхокардиография. Почему эхокардиография потом? Да вот если мы с вами, да, в рекомендации все четко написано, что больные с низкой фракцией выброса должны получать то-то, то-то, то-то. Да, это три группы препаратов. В сегодняшний день мы можем говорить о четырех препаратах. А больной с сохраненной фракцией выброса есть симптомы. Да мы все равно будем назначать те же лекарственные препараты априори. Почему? Для того, чтобы уменьшить симптоматику. Мы не будем говорить о влиянии на прогноз. Это понятно, что нет доказательств ни одного лекарственного препарата у больных с сохраненной фракцией выброса, который влиял бы на прогноз. Да, но мы все равно будем лечить нашего больного, все равно будем уменьшать симптомы сердечной недостаточности. Для постановки диагноза мы все прекрасно знаем, что должны провести. И вот опять подтверждение моих слов, что на триуретический аппетит это будет обязательным метод обследования больных хронической сердечной недостаточности. Три типа сердечной недостаточности в зависимости от фракции выброса. Это сердечная недостаточность низкой фракции выброса менее 40, промежуточность 40-49 процентов и сердечная недостаточности сохраненной фракции более 50. Обратите внимание, что обязательно должно быть повышение уровня на триуретического аппетита. Вот это основной метод, на который мы будем с вами обращать внимание. Что нужно дополнительно сделать? Конечно же, посмотреть повреждения органов в мишени. Это наличие анонии, это водно-электролитный баланс, функцию почек, функцию печени, оценить уровень глюкозы, оценить уровень функции щитовидной железы, оценить ферритин и насыщение трансферина на триуретический аппетит. И все это достаточно для полного обследования больного хронической сердечной недостаточности. Вот я всегда показываю, он очень мне нравится, Милтон Паккер имеет свою всегда точку зрения, который говорит о том, что вот как же все-таки мы будем с вами лечить больных хронической сердечной недостаточности. В ближайшее время, обратите внимание, наиболее эффективной комбинацией для лечения данного фенотипа будет сочетание антагонистов лептина, альдостерона, непролизина, ингибитера. Это было в 2018 году, 2019 год исследования парагон, непролизин, вы знаете, сакобутрил вальсартан, это исследование провалилось. И вот у нас сейчас самые большие надежды на то, что ингибиторы GLT2 продемонстрируют какие-то положительные эффекты у больных хронической сердечной недостаточности в сохраненной фракции выброса. Ну, ключевые исследования при сердечной недостаточности, вы хорошо знаете, это ингибиторы, бета-адреноблокаторы, это исследование парадигмы сакобутрил вальсартан, исследование инфазис и буквально вот недавно закончились исследования с препаратом GLT2. Вот я еще раз обращаю ваше внимание, цель лечения, цель лечения, помимо про увеличение продолжительности жизни, уменьшение проявления симптомов сердечной недостаточности и повышение качества жизни. Основная задача терапии больных хронической сердечной недостаточности. Почему? Потому что, обратите внимание, ограничена физическая активность, жалобы по большому количеству, невозможная обычная активность, а наш пациент ограничен, да, мы должны сделать так, чтобы жизнь нашего больного не ограничивалась только видом из больничного окна на жизнь, которая проходит с ним рядом. Он должен быть активным участником, надо повысить качество жизни нашего пациента. Ну, давайте посмотрим, вот я такой вот сделал, такую сделал картинку. Три мушкетера, это ингибиторы АПФ, это бета-адренобалокаторы, это антагонисты минералокортикоидные рецепторы. Ну, вот три было у нас препарата. Они чувствовали комфортно себя втроем, сражались с врагами, добиваясь побед. Датарьян был им воспринят, штыки сначала, они даже хотели поддраться на дуэли. Но, в последующем, смотрите, уважаемые коллеги, появился четвертый класс лекарственных препаратов, которые, можно сказать, это четыре мушкетера. Это блокаторы ленинного гетонзиновой системы, блокаторы симпатоадреналовой системы, блокаторы антагонистового минералокортикоидного рецептора. И четвертая группа препаратов в лечении больных хронической сердечной недостаточности, это ингибиторы GLT-2. Да, вот давайте посмотрим, с чего все реально начиналось. Было оценено, что препараты эмфоглифлозин влияют положительно на продолжительность жизни, увеличивают выражаемость у больных сердечно-сосудистым заболеваниям. Это, на самом деле, было одно из немногих таких исследований по РЭКам, которые продемонстрируют такой эффект. Это, на самом деле, взрыв, такой взрыв позитивных эмоций. Даже когда докладывали результаты, на конгрессе кардиологов все встали, аплодировали данным результатом. На самом деле, впечатляющие. Давайте посмотрим, госпитализация по поводу сердечной недостаточности. Снижается риск применения данного препарата в исследовании по РЭК Аутком, снижение на 35% и госпитализация по поводу сердечной недостаточности или смертности на 34%. Самое главное, что эффект мы с вами получаем в первые дни применения препарата. На самом деле, я имею уже опыт применения данного лекарственного препарата. Я видел у больных хроническое сердечное недостаточности. Ну, применял у больных с сахарным диабетом. Видел выраженный такой диуретический эффект. Больной сам отмечает позитивное действие лекарственного препарата. Хочу сказать, что была такая рефрактерность к мочегонным препаратам. И в первые дни диуретический эффект был выражен. Да, у данного препарата больной сам отмечал позитивный эффект. Ну, вот в заключении я бы хотел сказать, что целая программа на сегодняшний день существует по изучению ямфоглифлозина Джординсен у больных сердечно-сосудистых заболеваний. И вот завершилось буквально недавно исследование МПРО Редьюс у больных сердечной недостаточности и с сахарным диабетом, и без сахарного диабетом. Там позитивные результаты. Мы ждем с нетерпением, когда будет показания для назначения данного препарата у больных без сахарного диабета. Ну, и другие исследования, это Эмпериалы Редьюс, это другие исследования, которые изучают эффект препарата у больных сердечной недостаточности, с инфарктами Акарда у больных. И без сердечной недостаточности ожидаемое большое количество результатов и большое количество новостей. Что говорят нам рекомендации? В рекомендациях четко прописана, вот в 2019 году по сахарному диабету прописано, что у пациентов с сахарным диабетом с сердечной недостаточности, у класс 1 уровень доказательства 1, мы должны назначать ингибиторы GLT2, да, эмфоглифлозин, канаглифлозин, дапоглифлозин. Это прописано в европейских рекомендациях. В 2020 году в алгоритм принятия решений на основе консенсивного мнения экспертов американского коллеги и кардиологов увидеть для профилактики сердечной недостаточности рекомендованы препараты ингибиторы GLT2. Рассмотреть возможность 3 плюса в обязательном порядке мы должны это рассмотреть и назначить больным с сердечной недостаточности и сахарным диабетом. Рекомендации во всех рекомендациях, американские, европейские, 2019-2020 года, это все представлено. И вот наши российские рекомендации по введению больных в хронической сердечной недостаточности, в частности, ХСН и сахарный диабет 2 типа. Пациентам ХСН с низкой фракцией выброса в сочетании с сахарным диабетом 2 типа рекомендованы препараты класса ингибиторов дакоглифлозина, эмфоглифлозина, каноглифлозина. Каноглифлозин прописан кроме тяжелых пациентов 3-4 функционального класса для гликемического контроля. Снижение риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности в качестве препарата первой линии. Уровень рекомендации B, уровень доказательств 1, вы видите, что очень высокий уровень доказательств, мы должны применять данный препарат у больных хронической сердечной недостаточности с сахарным диабетом. Ну, в заключение хочу сказать, что словами Сервантеса, что даже самое лучшее лекарство не поможет нашему больному, если он не станет его применять. Ну, вот что не надо применять, обратите внимание, в данной категории у больных глитозона ни в коем случае нельзя применять у больных с сахарным диабетом и сердечной недостаточности. Благодарю вас за внимание. Я извиняюсь, что я достаточно так в быстром таком темпе делал презентацию, большой материал. Мне хотелось все рассказать, все показать, что на сегодняшний день есть новое в лечении больных сердечной недостаточности. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, давайте посмотрим, если есть вопросы. Я постараюсь ответить. Вопросов пока нету. Давайте я продолжу. У меня еще одно выступление. Это тоже у нас здесь есть изменение. Это антитромботическая терапия, фибрилляция предсердий у больных хронической сердечной недостаточности. Также очень большой материал. Много на сегодняшний день новостей по поводу введения данной категории больных, особенно фибрилляции предсердий. Вы знаете, вышли европейские рекомендации в 2020 году. И, конечно, я о них буду с вами говорить. Ну, мы прекрасно понимаем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так называемых сердечно-сосудистых континуумов, которые проходит человек в своей жизни. Вот один из таких ключевых моментов, это, конечно же, риск развития различных нарушений ритма и проводимости. В частности, фибрилляция предсердия, она может развиться и в больных, и с артериальной гипертонией без развития ишемической болезни сердца. При сахарном диабете, при других состояниях и осложнениях фибрилляции предсердия может возникнуть. Безусловно, этот синдром, безусловно, также может негативно повлиять на прогноз жизни наших больных. Почему мы тоже рассматриваем так часто фибрилляцию предсердия, о ней так часто много говорим? Потому что количество больных с каждым годом все больше и больше становится. Вы видите частота увеличения фибрилляции предсердий, связанная напрямую с возрастом. И в последнее время мы должны констатировать с вами то, что количество больных с фибрилляцией предсердий с каждым годом увеличивается. Старение населения, это один из важных факторов риска. Вот видите, вот этот слайд, общий фактор риска развития фибрилляции предсердий. В различные заболевания, которые могут привести к развитию фибрилляции предсердий. Это старение, генетические, этнические принадлежности. Все это способствует риску развития фибрилляции предсердий у больных сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и безусловно, сердечная недостаточность тоже вносит колоссальный вклад в риск развития фибрилляции предсердий. И сама фибрилляция предсердий вносит колоссальный вклад в риск развития сердечной недостаточности. Вот по нашим данным, российский регистратор дилитационной кардинепатии продемонстрировал, что примерно 50% больных с ДКМП имеют фибрилляцию предсердий. Клиническое значение фибрилляции предсердий, двукратное увеличение смертности, пятикратное увеличение риска инсульта, более частая госпитализация, снижение качества жизни и толерантности к физической нагрузке. И безусловно, ухудшение качества жизни и высокая частота инсультов у больных с хронической сердечной недостаточностью с фибрилляцией предсердий. Чем тяжелее больной ХСМ, тем больше вероятность риска развития инсульта у больных с фибрилляцией предсердий. Имеется прямая революционная зависимость. Вы видите также прямая связь с риском кровотечения. Чем тяжелее больной хронической сердечной недостаточности, тем больше риск развития кровотечения. Ну и безусловно, мы понимаем, с чем это связано. Это застой, это нарушение скорости кровотока. Все это приводит к риску развития кровотечения в больных хронической сердечной недостаточности. И вот рекомендации 2020 года европейские. Пока наши рекомендации не утверждены по фибрилляции предсердий в Министерстве здравоохранения, мы будем говорить о данных рекомендаций. Для нас не важно, что первичность сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий, так же, как не важно, что первичность курица или яйцо. Вы видите прямая зависимость между тяжестью сердечной недостаточности и фибрилляцией предсердий. Чем тяжелее больной по классу сердечной недостаточности, тем больше будет риск развития фибрилляции предсердий. И вот это порочный круг фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Вклад в фибрилляцию предсердия в развитие сердечной недостаточности, утрата системы предсердия, недократное наполнение желудка, высокая частота, сердечное сокращение, безусловно, это ухудшение перфузии коронарного кардиомиоцитов и, безусловно, снижение сократительной функции. Это КСН и фибрилляция предсердий, это дилетация предсердий, снижение плотности бета-рецепторов, нейрогуморальная активация симпатоадреналов, системы нейрофизиологической моделируют, фиброз, развитие фибрилляции предсердий. И вот это порочный круг, который, к сожалению, нам с вами никак не удается разорвать. Мы не можем с вами использовать какие-то лекарственные препараты, которые предотвратили риск развития фибрилляции предсердия при сердечной недостаточности или же развития сердечной недостаточности. Вот мы находимся в этом порочном круге и никак не можем из него вырваться. У нас с вами нет на сегодняшний день ни одного лекарственного препарата, который мог бы предотвратить риск развития фибрилляции предсердия у больных с сердечной недостаточности. Давайте откроем первый раунд борьбы с фибрилляцией предсердия. Вот милая такая мартышка объявляет первый раунд борьбы с фибрилляцией предсердия. Что мы с вами видим? Мы видим еще по данным прошлого столетия, прошлого тысячелетия, что, к сожалению, антиаритмические препараты негативно влияют на прогноз жизни у больных хронической сердечной недостаточности. Единственный антиаритмический препарат третьего класса – это миадарон, который на сегодняшний день можно рекомендовать в лечении больных с сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердия, но у него очень много всяких неприятных побочных действий. Ну да, другая проблема. Мы сможем с вами восстановить синусовый ритм, но вот удержать, опять же, мы с вами, к сожалению, не можем удержать чистоту, удержать синусовый ритм. У больных происходит срыв ритма и снова пароксизм и мерцание. Давайте посмотрим, разберем, как мы должны себя вести при развитии пароксизма, фибрилляции предсердия при хронической сердечной недостаточности. Все зависит от гемодинамических показателей. Если гемодинамические показатели нестабильны, метод выбора является электрическая кардиоверсия. Если стабильный наш с вами пациент гемодинамический, то мы можем с вами использовать амиадарон для оккупирования пароксизма и мерцательной аритмии. То есть, два выхода у нас с вами. Но вы понимаете, что, к сожалению, получается так, что мы с вами повержены фибрилляцией предсердия. Мы на нокауте, мы не имеем с вами лекарственных препаратов за контролем ритма. Мы с вами, к сожалению, плохо с вами восстанавливаем ритм у больных фибрилляцией предсердия. Вот представлен алгоритм оккупирования фибрилляции предсердия в острый период. Как я вам говорил, все зависит от показателей гемодинамики. Самое главное, фармакологическая кардиоверсия. Гемодинамика стабильна, и пациент говорит, давайте мне восстанавливайте лекарством. Мы с вами можем только использовать аммиадарон в восстановлении синосаворита у больных хронической сердечной недостаточности. Вот рекомендация по профилактике инсульта до и после кардиоверсии у пациентов фибрилляции предсердия. Обратите внимание, пациентов фибрилляции предсердия, повергающих кардиоверсия, применение новых оральных антикогулянтов, не менее эффективны и не менее безопасны, чем варфарин. Уровень доказательств 1А. То есть мы с вами можем назначать новые антикогулянты у больных перед кардиоверсией. Вот в планном порядке перед кардиоверсией по поводу фибрилляции предсердия рекомендован эффективная антикогулянтная терапия как минимум в течение трех недель. Вот тоже уровень доказательств 1, класс доказательств 1, уровень доказательств Б. Рекомендуется проводить через пищеводную кардиографию, но это все понятно, ничего не изменилось. Но самое главное, что у нас прописано, что мы вместо варфарина можем использовать новые антикогулянты. Ну как новые, пероральные антикогулянты, они уже не новые, у нас с вами 3, это добегатран продакса, это аквексабан, это ревексабан. Вот мы вот эти вот препараты можем с вами использовать. Ну конечно, синусы варит, это лучше, чем фибрилляция предсердия. Ну вот специальное исследование было проведено, Atrial Fibrillation Hot Family Study, больной сердечной недостаточности фибрилляции предсердия, где было показано, что на прогноз не влияет ни контроль ритма, ни частота сердечных сокращений. То есть можно идти по пути, если мы с вами не можем контролировать ритм, мы идем по пути с вами в контроле частоты сердечных сокращений. Самое главное, опять смотрим с вами, какие препараты мы можем использовать у больных с сердечной недостаточностью, бета-адреноблокаторы, мы можем использовать аммиадарон у больных с нестабильной гемодинамикой, вот это очень важные, уважаемые коллеги. И самое главное, частота целевой цифры ЧСС – это 110 ударов в минуту. Все, других препаратов, еще плюс, конечно, дегоксин, у нас другого с вами нет. Сердечная недостаточность, контроль частоты сердечных сокращений на долгосрочный период, бета-блокаторы, дегоксин, более ничего у нас с вами нет. Как было 20 лет назад, 30 лет назад, так это все и осталось. Ну вот, самое главное, рекомендация по контролю частоты желудочного сокращения. Когда мы можем использовать, обратите внимание, бета-блокаторы, делайте я за малибарон, поймем, рекомендованного качества препарата первого выбора у пациентов с фракцией выброса более 40%. А вот больные сердечные недостаточности, бета-блокаторы и дегоксин, уровень доказательств B, класс доказательств 1, вот это очень важно. У беременных селективные бета-адреноблокаторы для контроля частоты сердечных сокращений при фибрилляции предсердия. Именно селективные бета-адреноблокаторы. Так, что по поводу катетерной абляции, для контроля ритма катетерной абляции по поводу фибрилляции предсердий, обращаю ваше внимание, для применения решения проведения катетерной абляции по поводу фибрилляции предсердия рекомендовано принимать во внимание процедурные риски, большие факторы риска развития фибрилляции предсердий. Вот это очень важно, уважаемые коллеги, помнить то, что наш больной всегда обычно возвращается к аритмологу на повторную абляцию, то есть 100% конечно мы с вами не можем гарантировать, об этом мы с вами должны помнить в обязательном порядке то, что мы с вами должны. И хочу обратить внимание, терапия антиаритмическими препаратами не рекомендована для пациентов постоянной формы фибрилляции при теле и контролем ЧСС, и у пациентов с выраженным нарушением проведения до тех пор, пока не будет установлен кардиосимулятор, то есть антиаритмики для контроля за частотой сердечных сокращений ни в коем случае мы не должны с вами и использовать. Ну вот время идет, подходы меняются, и вот исследование КАСН на самом деле изменило подход, взгляды на ведение больных вибрилляции при теле и хронической сердечной недостаточности. Было проведено исследование медикаментозной терапии по сравнению с катетерной абляцией у больных в сердечной недостаточности, были получены потрясающие результаты, смертность или госпитализация, обратите внимание, в два раза было меньше у больных, которые проводилась катетерная абляция. Смерть от всех причин, уменьшение на 47%, все показатели снижения смертности были достоверно, были значительно лучше. Извините, пожалуйста, мне кто-то... Уважаемые коллеги, вот мне говорят, что слайды не листаются, у меня листаются. Я вижу, вот я не понимаю, почему, с чем это связано. Ага, ну я уже, извиняюсь, столько времени. Ну давайте я больше буду дальше говорить, я уж не могу вернуться. Алло. Ну да. Ну хорошо, но я дальше продолжаю. Другая идея была введение больных, это предупреждение о ремоделировании предсерд, то есть предотвратит риск развития фибрилляции предсердий. Это повлиять на воспаление, повлиять на ремин ангиотензин, ангиотензин превращающийся системы, оксидантный стресс и повлиять на ремоделирование. Но, к сожалению, мы с вами знаем, что данный метод профилактики не оправдал, и мы можем с вами констатировать тот факт, что так называемая абстрим терапия... Да, безусловно, мы должны... Сергей Николаевич, извиняюсь. Да. У вас просто слайды не те, включенные нам в эфир, давайте выберем другой вариант. Хорошо. Уважаемые коллеги, приношу извинения за технические неполадки, но вот, к сожалению, такая вот проблема эпизодически бывает, возникает при таком дистанционном проведении мероприятия. Если бы мы с вами встретились вместе, были бы в зале, обсуждали, вот я надеюсь, таких проблем бы нет. Но очень важно понимать, что при фибрилляции предсердий и при сердечной недостаточности риск тромбообразования очень великий. Сама сердечная недостаточность является тромбоопасным состоянием за счет нарушения кровотока, за счет повреждения сосудистой стенки, изменения состава крови и, в частности, еще использование лекарственных препаратов, которые влияют на объем циркулирующей жидкости. Так, грубо говоря, в кавычках, можно сказать, увеличивают вязкость крови, сгущение и риск тромбообразования. Но возникает вопрос, как лечить нам с вами, предупредить риск развития фибрилляции предсердий, риск развития тромбоэмболических осложнений у больных, хроническая сердечная недостаточность. Первые попытки были проведены с варфарином, где варфарин, к сожалению, не продемонстрировал столь высокую эффективность, как у больных без хронической сердечной недостаточности. Обратите внимание, два исследования ВОЧ и ВАРЦЕФ, такие большие, по 1500-2000 пациентов, сравнили с ацетилсалицевой кислотой и клапидогрелем, и данные были получены недостоверно. Вот вклад самой сердечной недостаточности, мы знаем, варфарин прекрасный препарат, но в этой ситуации, к сожалению, он не сработал как антикогулянт профилактики смерти и инсульта и риска развития инфаркта миокарда. Это вклад, это вот вклад самой сердечной недостаточности. На сегодняшний день, конечно же, меняется концепция интегрированного уровня управления, что мы с вами должны делать, вот это по последним рекомендациям, оптимизация профилактики инсульта, контроль симптомов с помощью контроля ЧСС или контроля ритма. Это мы должны с вами выбрать в зависимости от нашего пациента и сопутствующих заболеваний. Управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, это обучение пациентов, это профессиональное медицинское образование, психосоциальное управление, изменение образа жизни. Мультидисциплинарный подход к ведению таких пациентов, безусловно, больной хронической сердечной недостаточности с фибрилляцией предсердий, имеет еще и дополнительные заболевания, которые мы должны учитывать с вами в ведении данного пациента и выборе лекарственных препаратов. Ну, что мы должны делать у пациентов с фибрилляцией предсердий? Безусловно, в первую очередь оценить риск развития инсульта. Для мужчин более одного балла, для женщин более двух баллов, по шкале час кваз-два, да? Вот первый шаг пациента с фибрилляцией предсердий с показанием назначения терапии антикогулянтов. Если пациент имеет механический клапан сердца или средне-тяжелый метральный стеноз, ну, здесь выбираем, конечно, варфарин должен быть. Если этого нету, то мы с вами оцениваем риск по шкале час кваз-два. Если есть, у нас еще раз хочу повторить, один балл для мужчин, два балла для женщин, мы должны назначить оральные прямые антикогулянты. Вот это вот основной нас с вами, основная тактика ведения больных оценить. Безусловно, конечно же, шкалу по кровотечению, да, вот эти вещи мы должны. Но препарат выбора, если нет механического клапана или средне-тяжелого метрального стеноза, мы с вами должны назначить пероральные антикогулянты. И в рекомендации четко прописан для профилактики инсульта пациентов с фибрилляцией предсердий должны назначаться в первую очередь пероральные антикогулянты. По своей эффективности они превзошли варфарин, варфарин, вне зависимости от формы фибрилляции брюцердий, пароксизмально персистирующие или длительно персистирующие, или постоянно должны обязательно применяться препараты, влияющие на свертывающую систему крови. Пероральные антикогулянты в обязательном порядке, мы должны это с вами учитывать. Риск кровотечения в отсутствии абсолютных противопоказаний не должен сам по себе влиять на решение о назначении терапии антикогулянтов для профилактики инсульта. Вот это тоже очень важно, риск кровотечения ни в коем случае не должен негативно влиять на выбор тактику ведения. Мы должны все-таки постараться оценить риск кровотечения и в последующем назначить. На основании чего вот такие вот все рекомендации, вот такие вот стали более жесткие, что мы должны с вами использовать новые пероральные антикогулянты. У нас, как вы знаете, три. Это Реваксабан, Добегатран Продаксы и Апиксабан, три препарата. Ну, безусловно, на основании вот этих крупных истин Рокет, Рилай и Аристотель. Что мы с вами можем говорить о безопасности? Все препараты, ну, достаточно эффективны. Вот мы можем с вами говорить геморрагически, в частности, применение Продакса. О больных для профилактики инсульта. Мы видим, что эффект от Добегатрана, да, вот когда назначается самый был получен высокий, даже по сравнению с другими Реваксабаном и Апиксабаном, да, геморрагический инсульт был достоверно меньше. И обратите внимание, на 74%. 74% снизился геморрагический инсульт по применению препарата Добегатрана. Это, на самом деле, впечатляющие результаты. Таких результатов при применении других пероральных антикогулятов не было получено. Добегатран в дозе 150 мг два раза в день снижает сердечно-сосудистую смертность. Это также мы с вами наблюдаем. В исследовании было получено снижение риска на 15%. И риск кровотечений также при применении Добегатрана большие кровотечения уменьшилось на 20%. Жизнево угрожающие кровотечения на 30%. И внутричерепные кровотечения по сравнению с Варфарином снизилось, видите, на 69%, 70%. Вообще колоссальные цифры, на самом деле впечатляющие результаты получены были в этом исследовании РЛА, который превзошел Варфарин. А Варфарин – это тот препарат, который являлся эталоном в лечении профилактики инсультов, тромбоэмболических осложнений у больных фибрилляцией предсердий. Безопасность также была продемонстрирована Добегатрана в исследовании Радиоал-ПСИА, где было показано, что двойная терапия с Добегатраном дает меньшую вероятность событий риска развития кровотечения, клинически значимого кровотечения по сравнению с Варфарином. В дозе 110 мг, вы видите, снижение на 48%, в дозе 150 мг два раза в день снижение риска кровотечения на 28%. И мы с вами можем сравнивать риск больших кровотечений у пациентов с различными антикоагулянтами Ревоксабана, Ревоксабана, Добегатран. Мы видим, что достаточно позитивно выглядит в этой ситуации Добегатран по сравнению с Ревоксабаном, Ревоксабаном. Есть четвертый Индоксабан, но он в нашей стране не зарегистрирован, но я сразу могу сказать, что там риск развития кровотечения значительно был выше, чем при применении Добегатрана. Ну, безусловно, нас интересует сердечная недостаточность. Сразу хочу сказать, каких-либо специальных исследований по применению новых антикоагулянтов у больных хронической сердечной недостаточности на сегодняшний день нет. Есть единственное исследование, исследование Командер с Ревоксабаном, но там риск развития тромбоэмболических осложнений у больных, декомпенсированность сердечной недостаточности изучаться, но, к сожалению, это исследование проводилось не в пользу Ревоксабана. Не было никаких полученных достоверных улучшений риска тромбоэмболических осложнений по сравнению с плацебо. Ну, мы с вами, безусловно, ориентируемся на субанализах, в частности, вот в исследовании РЛА, и было 32% больных, которые получали, имелось сердечная недостаточность в дозе и 110, и 150 миллиграмм, и варфарин 32, то есть 32% больных сердечной недостаточность. Что мы с вами видим в этом исследовании? Мы видим практически достоверные, ну вот, если бы здесь нолик был, это достоверные результаты, мы с вами видим снижение риска общей смерти при применении гигатрана у больных СН, у больных СН фибрилляции предсердий. Вот надо было бы единичку убрать, и все было бы прекрасно. Ну, что мы видим с вами? Что у больных с синтоматической сердечной недостаточности при применении дозы 150 миллиграмм, оно превосходит варфарина, 110 миллиграмм сопоставимо с варфарином. Вот такие вот результаты. То есть мы с вами должны понимать, что пациенты эффект препарата сравним с варфарином, и не зависит от наличия сердечной недостаточности. По сравнению с варфарином также уменьшаются при наличии и без наличия сердечной недостаточности. Вот это очень важно. Уменьшение риска кровотечения и фракция выброса никоим образом не оказала негативное влияние на эффективность и безопасность продакса и при фракции выброса более 40%, и при фракции выброса менее 40% и тяжести сердечной недостаточности. Но самое главное, мне кажется, вот в свете тех разговоров, о чем мы сегодня говорим, сахарный диабет, это результаты полученной субанализы в исследовании РЛА с препаратом продакса у больных с сахарным диабетом. Было показано, что именно у этой категории больных более высокая частота встречаемости сердечной патологии, более низкое качество контроля именно его. И давайте посмотрим результаты. Результаты субанализа мы с вами видим, что применение назначения больных с сахарным диабетом с фибрилляцией председы, результаты у больных с сахарным диабетом больше риска развития всяких неблагоприятных прогнозов. И что дает нам добегатран, это единственный препарат, который продемонстрировал высокую эффективность как у больных с сахарным диабетом, так и у больных без сахарного диабета. По сравнению, обратите внимание, с препаратом ревоксабан и препаратом апексабан. Вот это очень важно. Это, мне кажется, такая вот изюминка для добегатрана в свете больных с сахарным диабетом и сердечной недостаточности, что это может быть препаратом выбора. Ну, что мы можем констатировать по поводу сахарного диабета и сердечной недостаточности, что препарат продакса 150 мг 2 раза в сутки превосходит варфарин в отношении снижения риска инсульта системной боли, сердечно-сосудистой смертности, при меньшем риске внутричерепных кровотечения и сопоставимым риском кровотечения. Вот это очень важный момент, то, что он дает вот такой вот эффект продакса. Ну, дозировку я не буду останавливаться, вы прекрасно знаете. Самое главное то, что снижение дозы до 110 мг по усмотрению врача у пациента в возрасте 75-80 лет, клиренс креатиня 30-50 мл, применение ингибиторов гликопротеина, применение антиагрегатов желудочно-кишечного кровотечения в аналии. Вот в этой ситуации мы с вами снижаем дозу и рекомендуется снизить дозу у пациентов старше 80 лет. Ну, вот это очень важный момент. Старение населения, хрупкий пациент, риск развития травм различных, падений, ортостатические коллапсы у больных пожилого возраста, тем более принимают различные антигипертензивные лекарственные препараты, очень высокий риск травмы, риск кровотечения. Что в этой ситуации мы должны делать? Ну, единственный препарат, который на сегодняшний день, существует антидот при применении пероральных антикургулянтов. Это итероцумнаб, который разработан специально для добегатрана при развитии кровотечения. Достаточно эффективный препарат, вводится внутривенно, мгновенное начало действия и отсутствие собственной прокургулянтной или антикургулянтной активности. Обратите внимание, уважаемые коллеги, вот эти слова, за которыми, мне кажется, подпишется любой врач, что наличие специфического антагониста у конкретного перорального антикургулянта может заслужить одним из аргументов в пользу выбора данного препарата для больных, в которых очевиден высокий риск экстренно-хирургического вмешательства в процедуру. Ну и в заключение, уважаемые коллеги, хотел бы завершить свое выступление словами Плутарха. Медицина заставляет нас умирать продолжительно и мучительно. Спасибо за внимание. Я приношу извинения, уважаемые коллеги, за технический сбой, но я надеюсь, мы все-таки уложились во времени. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Если есть вопросы, я постараюсь отметить. Давайте тогда после доклада Алины Юрьевны. Алина Юрьевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что дальше мы обойдемся без проблем. Видно ли мою презентацию? Сергей Николаевич, подскажите, пожалуйста. Я вижу вашу презентацию. Хорошо, замечательно. Значит, тогда я могу начинать. Итак, еще раз всех приветствую. Очень жаль, что не смогла приехать в Новосибирск. Это мой любимый город. И огромный привет профессору Климатову, с которым мы очень много общаемся по научным проблемам. Поэтому очень жалко, что не смогли встретиться и пообщаться вживую. Стандартный слайд раскрытия информации. И далее я попробую рассказать впечатления последнего года эндокринолога на те события в научном мире, которые произошли в последнее время и вновь изменили наш взгляд на проблему сердечной недостаточности при сахарном диабете и подходы к ее лечению. Но на самом деле, мы уже давно пришли к пониманию, что, конечно, да, сахарный диабет – это сердечно-сосудистая проблема. И у пациентов с сахарным диабетом очень часто развиваются сердечно-сосудистые заболевания. В прошлом году на ЕСД был представлен доклад по интересному, очень крупному анализу, в котором попытались определить, а какие же сердечно-сосудистые заболевания и события чаще развиваются у пациентов с сахарным диабетом. Несколько европейских стран, в основном Северная и Западная Европа, участвовали в этом исследовании. Вы видите, 344 тысячи пациентов были включены, у которых на момент включения не было ни сердечно-сосудистых заболеваний, ни сердечно-сосудистых событий. И далее за ними наблюдали 5,5 лет, и за это время суммарно 9% из них развили какое-либо сердечно-сосудистые заболевания или события. И вы видите, что самым частым событием была сердечная недостаточность. 14% имели сердечную недостаточность к концу исследования. Почему же так часто сердечная недостаточность развивается при сахарном диабете? На самом деле существует целый ряд механизмов, которые повышают риск развития сердечной недостаточности при диабете. И одним из ключевых является активация задержки жидкости. То есть, в принципе, сам сахарный диабет через ряд механизмов, которые мы сейчас обсудим, способствует задержке жидкости в организме. Это активация воспаления, которая происходит еще задолго до развития самого сахарного диабета. Мы все с вами прекрасно знаем, что диабет второго типа развивается в большинстве случаев на фоне ожирения. А ожирение – это состояние хронического неинфекционного воспаления и оксидативного стресса, который индуцирует развитие фиброза еще на этапе до развития нарушений углеводного обмена. И миокард у пациента с сахарным диабетом – это миокард, который находится в условиях хронической гипоксии, хронического воспаления и дефицита энергии. Ухудшен кровоток, ухудшена доставка энергии. И так как диабет – это еще и состояние инсулин-резистентности, то обычный классический субстрат глюкоза в миокард попадает гораздо хуже, чем в нормальных условиях. И энергообеспечение миокарда значительно страдает. То есть такой вот обедненный миокард в хроническом дефиците энергии будет у больного с сахарным диабетом. Как я уже сказала, многие условия, способствующие развитию сердечной недостаточности, существуют еще до нарушений углеводного обмена. И вот в частности результаты крупного кокордного исследования, которое вы видите сейчас на экране, оно включало более 6 тысяч, ну практически 7 тысяч пациентов, опять-таки без атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания и без сахарного диабета на момент включения. Наблюдались в течение ряда лет, и вы видите, опять-таки, те пациенты, которые имели проявление метаболического синдрома, то есть ожирение, дислепидемия, материальная гипертензия, они значительно чаще развивали сердечную недостаточность, чем люди без таких нарушений. То есть за 4 года наблюдения вы видите, фактически удвоение частоты случаев сердечной недостаточности произошло в этой группе. Какие механизмы мы можем рассматривать как ключевые? Вот я бы обозначила несколько механизмов, которые являются общими для развития сахарного диабета и для развития сердечной недостаточности. Первый из них – это изменение активности натриеводородных обменников первого и третьего типа. Вы видите, что эти натриеводородные обменники представлены в миокарде, почке, в сосудах, то есть в различных органах и тканях, и они непосредственно вовлечены в развитие патологии как сердца, так почек, и при сахарном диабете тоже их гиперактивация является очень важным механизмом. Повышение активности этих натриеводородных обменников приводит, во-первых, к задержке жидкости, причем накопление жидкости не только в кровотоке, но и в стенке сосудов. И, кроме того, активация этих отменников приводит к нарушению функционирования митохондрий, к уменьшению запасания энергии, поэтому вот этот энергетический дефицитный статус, он как раз в очень много степени, в очень высокой степени зависим от гиперактивности этих обменников. Кроме того, мы знаем, что у пациентов с метаболическим синдромом происходит изменение активности, гормональной активности адипоцитов, висцеральное ожирение характеризуется повышенным уровнем и лептина, и ангиотензина, и катаколаминов, и альдостерона, и избыточная продукция этих веществ приводит к усиленной активации вот этих натриеводородных обменников, к гипертрофии миокарда, к активации воспаления и фиброза, то есть ко всем тем изменениям, которые лежат в основе развития как сахарного диабета, так и сердечной недостаточности. В течение последнего года наше внимание очень значительно было привлечено к еще одному механизму. В принципе, уже в 2006-2002 году был открыт ангиотензин, превращающий фермент второго типа, который является таким вот контрфактором АПФ-1 или просто АПФ, как мы его называли, пока не был открыт второй. Мы знаем, что под влиянием АПФ у нас образуется ангиотензин-2, базоконстрикторный, провоспалительный фактор, фактор, который усиливает АПФ, фиброз и оксидативный стресс. И блокада образования этого вещества, блокада его воздействия на рецепторы, это уже давно актуализированная и в высокой степени решенная задача. Мы используем широко препараты, которые влияют на эту систему в блокаде ангиотензинной системы. Но в этой системе есть и свои противовесы. И АПФ-2 является альтернативным путем метаболизма ангиотензин-1 с образованием наоборот метаболически позитивных веществ ангиотензин-1,9, ангиотензин-1,7. Они воздействуют через второй тип рецептора, вызывают вазодилатацию, обеспечивают антиоксидантные эффекты, противовоспалительные эффекты и цитопротекцию. И опять-таки рецепторы к этим веществам представлены во всех клетках организма, если не во всех, то по крайней мере в тех, которые входят в зону наших интересов. Это миокард, это стенка сосудов, это почки и это подзелудочная железа. Соответственно, снижение активности АПЭП-2 в миокарде приводит к развитию фиброза, повышению жесткости миокарда, развитию сердечной недостаточности. Через механизм воздействия на сосудистую стенку, гипертензия, опять-таки повышение жесткости сосудистой стенки, изменение нагрузки на миокард также способствует прогрессии сердечной недостаточности. В поджелудочной железе дефицит АПЭП-2 и избыток АПЭП приводят к развитию воспаления апоптоза бета-клеток и развитию соответственно сахарного диабета. В почке такие изменения приводят к развитию глумерулярной гипертензии, фиброза и развитию хронической болезни почек, то есть вот те ключевые проблемы, которые сейчас у нас стоят на повестке дня, они являются следствием гиперактивации этой системы. И мы знаем, что текущая сейчас коронавирусная инфекция, она также вмешивается вот в этот механизм. С одной стороны, да, они связываются с АПЭП-2 эти вирусы, но при этом они снижают активность АПЭП-2 и еще больше формируют ситуацию дефицита вот этих позитивных метаболитов. И я, конечно, не претендую на роль Кассандры, но есть весьма веские основания полагать, что исходом вот этой коронавирусной инфекции, которую сейчас переносит мир, может стать существенное увеличение числа пациентов, ну, по крайней мере, с транзиторным ухудшением течения сердечной недостаточности, хронической болезни почек и сахарного диабета. И мы это видим во время заболевания, мы это видим как достаточно длительное время сохраняющийся период после перенесенной коронавирусной инфекции, и мы не можем исключить того, что это может привести к каким-то стойким изменениям и усугублению вот этих проблем, то есть увеличению количества болеющих сердечной недостаточностью, диабетом и хронической болезни почек. Ну и конечно же уже прозвучало в докладе у Сергея Николаевича, что у пациентов с сахарным диабетом очень рано развивается контрактильная дисфункция, то есть специфическая диабетическая картиопатия. Здесь мы уже говорим о подключении еще одного механизма, это влияние уже гипергликемии, сформировавшейся у пациентов с сахарным диабетом, который приводит к изменению еще целого ряда дополнительных функций, это изменение метаболизма, то есть еще больше у нас нарушается доступность глюкозы, нарушение метаболизма свободных жирных кислот, изменение чувствительности к кальцию, развитие уже микросокураторных расстройств, еще большее повышение активности ренин-ангиотезиновой системы, развитие осложнений сахарного диабета, автономная дисфункция, все это еще в большей степени усугубляет повреждения миокарда и вот через этот механизм нарушения чувствительности к кальцию, повышение жесткости миокарда приводит к очень раннему развитию диастолической дисфункции. Ну, вы мне можете сказать, что, да, и вот доказательство того, что действительно диастолическая дисфункция очень рано развивается у пациентов с сахарным диабетом, мы видим из результатов исследований, которые представлены на данном слайде, то есть, опять-таки, была взята группа пациентов, у которых не было атеросклеротического заболевания и не было какой-то кардиальной патологии на момент лечения. Стаж диабета не превышал 5 лет, то есть, это были пациенты с коротким анамнезом сахарного диабета и при этом вот при обследовании этих пациентов уже на этот момент 68%, то есть, две трети уже имели признаки диастолической дисфункции. И в целом, вот если мы возьмем пациентов с сахарным диабетом, то мы увидим, что диастолическая дисфункция, она, конечно, занимает очень серьезный пул у наших пациентов, то есть, фактически, вот нормальная функция миокарда сохраняется лишь у трети пациентов, большинство имеют какие-либо нарушения, что приводит, естественно, к раннему развитию сердечной недостаточности и раннему увеличению числа госпитализаций у пациентов с сахарным диабетом. Ну, вы могли бы мне сказать, ну, Алина Юрьевна, диастолическая дисфункция, это же состояние бессимптомное, мы еще не можем говорить здесь по сердечной недостаточности, да, поэтому, возможно, как бы на этой стадии нет необходимости активно заниматься этими пациентами. Ну, вот, на самом деле, та информация, которую вы видите на экране сейчас, она однозначно указывает на то, что все-таки уже вот на этой стадии мы должны заниматься нашими пациентами. вот опять-таки исследования, в которые были включены пациенты, которые не имели сердечно-сосудистых транспортических заболеваний, но имели диастолическую дисфункцию. Дальше продолжение этого исследования. Их наблюдали в течение пяти лет и сравнили дальнейшую судьбу у пациентов, которые имели диастолическую дисфункцию и которые не имели исходной диастолической дисфункции. И вот посмотрите разницу, да, то есть через пять лет более чем в два раза, в два с половиной раза увеличена была частота развития сердечной недостаточности 37%, более двух, более трети пациентов развила сердечную недостаточность уже клинически значимую в группе с диастолической дисфункцией и только 17% в группе без диастолической дисфункции. и 7% больных уже через год умерли от сердечной недостаточности, а через пять лет смертность составила почти 31%. То есть мне кажется эти аргументы абсолютно однозначно указывают на то, что диастолическая дисфункция сама по себе должна быть целью нашего вмешательства, если мы хотим как можно больше отложить развитие симптомной сердечной недостаточности и ее прогрессии у пациента с сахарным диабетом. И на мой взгляд эхокардиографическое обследование нам следует рекомендовать, ну по крайней мере у тех пациентов, которые имеют высокий риск развития сердечной недостаточности с сахарным диабетом. Мы знаем, что он выше у женщин, он выше у пациентов старшего возраста, хроническая болезнь почек усугубляет этот риск, ожирение, анемия, артериальная гипертензия. Ну и конечно же присоединение атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, а мы знаем, что их развитие тоже ускорено у пациентов с сахарным диабетом и очень большой пул пациентов с сахарным диабетом имеют в том числе и сердечную недостаточность в следствии атеросклеротических заболеваний. В этой группе, конечно же, мы тоже должны проводить активные выявления. Вот в наших алгоритмах стандартно прописана диагностика сердечной недостаточности по вот такому алгоритму. Он в принципе ничем не отличается от диагностики сердечной недостаточности у пациентов без сахарного диабета. И здесь вы видите основой для того, чтобы больного обследовать является клиника. То есть когда мы при физикальном обследовании обнаруживаем уже какие-то проявления сердечной недостаточности, тогда мы отправляем пациента на обследование, делаем ему оценку на треоритическую пептиду, делаем ему эхокардиографию. Ну вот, как я уже сказала, мне думается, что больше пользы будет нашим пациентам, если мы сделаем это раньше, как я уже сказала, ранние самые стадии нарушения функции миокарда, они не сопровождаются клинической симптоматикой, не могут быть статифицированы по них, и только путем инструментального обследования мы сможем их выявлять. А это, как вы видели, может очень существенно улучшить сердечно-сосудистый и жизненный прогноз. Как мы отберем больных, которым действительно полезно сделать эхокардиографию, ну вот я уже сказала, что оценка факторов риска для этой цели являются важной задачей. В настоящее время у нас существуют шкалы оценки риска сердечной недостаточности в общей когорте пациентов, и вы видите, я здесь выделила красным, что уровень глюкозы, факт наличия сахарного диабета является одним из факторов, как раз усугубляющих риск развития сердечной недостаточности. Причем обратите внимание, у нас есть ряд модифицированных факторов риска, это гипертензия, это частота седей сокращений, поражение почки и уровень глюкозы, то есть это то, на что мы можем воздействовать. И вот ключевые факторы риска, если мы говорим именно о сердечной недостаточности, они немножко отличаются от таковых для атеросклеротических заболеваний, и вот я сразу хочу обратить ваше внимание, что если мы говорим о профилактике и замедлении прогрессии атеросклеротического поражения, то основные детерминанты это уровень лепатетов низкой плотности и курения. Для сердечной недостаточности это измененная функция почек, это фибрилляция предсердий, ну и есть ряд общих факторов, женский пол, на который мы, к сожалению, повлиять не можем, и далее то, на что мы можем повлиять, это гликерованный гемоглобин, давление и индекс массы тела. То есть то, к чему мы обязательно должны приложить свои усилия, если мы хотим снизить риск всех фактически сердечно-сосудистых заболеваний у пациента с сахарным диабетом. В настоящее время не существуют шкалы, которые бы оценивали риск сердечно-недостаточности именно при сахарном диабете, но масса усилий направлена на ее разработку. Мы в том числе участвуем в этом, и у нас уже фактически разработана такая шкала, но просто для того, чтобы ее рекомендовать, мы должны провести апробацию, вот мы с компанией Берингер уже давно ведем переговоры для проведения исследования, о проведении исследования для апробации этой шкалы. Вот факторы ключевые, как вы видите, для сахарного диабета будут все те же самые, но есть несколько специфичных именно для пациентов с диабетом факторов, длительность сахарного диабета и лечение инсулином. Все остальное вот фактически то же самое, что входит в шкалы рисков для всех людей, шкалы рисков по недостаточности. И мы хорошо знаем, что сахарный диабет связан с менее благоприятным прогнозом, что еще раз поднимает вопрос о том, что у этих пациентов мы должны начать вмешиваться как можно более рано. Тем более, что вы видите, что как сердечно-недостаточность сохраненной фракции выброса, то есть вот та, которая развивается вследствие диастолической дисфункции, специфической диабетической кардиомиопатии, так и сердечно-недостаточность низкой фракции выброса ухудшаются, и риск смерти повышается, если они развиваются у пациентов с сахарным диабетом. И отвечая на вопрос, а как же мы можем повлиять на эти модифицируемые факторы риска, может ли нам помочь в этом терапия сахарного диабета, мы переходим к следующей части моего доклада. Этот слайд вы уже видели, точнее, нет, вы видели следующий слайд, я начну как эндокринолог все-таки с общих подходов к лечению диабета, и первое, на что мы должны обратить внимание, это контроль ликемии, каким он должен быть у пациента для того, чтобы снизить риск сердечной недостаточности. Ну, здесь я сразу предлагаю оговорить две ситуации, вот ситуация, направленная на снижение риска развития сердечной недостаточности, и ситуация, когда мы снижаем риск ее прогрессии. Здесь мы будем иметь немножко разные цели, то есть для того, чтобы предотвратить развитие сердечной недостаточности, нам полезно поддерживать уровень гипотерного гемоглобина ниже 7, то есть это тот уровень контроля, который является оптимальным, конечно же, он должен подбираться индивидуально в зависимости от ситуации, это все прописано в наших алгоритмах, и рекомендуется избегать гипогликемии. Уровень доказательности 1, обратите внимание, избегать гипогликемии. Если пациент уже имеет сердечную недостаточность, то здесь контроль гликемии должен носить более умеренный характер, то есть это было проверено в многочисленных исследованиях, вы видите, более, порядка 6 тысяч пациентов было включено в анализ, и было показано, что самый низкий риск смерти ассоциирован с гликированным гемоглобином в диапазоне от 7 до 8, то есть 7,5 среднее мы возьмем значение уровень гликированного гемоглобина, который обеспечит самый низкий риск смерти. Более высокий уровень однозначно не полезен и он ассоциирован с повышенным риском развития нежелательных событий у наших пациентов. Риск смерти и риск ухудшения течения сердечной недостаточности ассоциированы с декомпенсацией и повышением уровня гликированного гемоглобина на каждый 1% повышает риск специализации или смерти на 25%. Поэтому поддерживать оптимальный контроль это очень важно у больного с сахаром диабетом и вот этот слайд вы уже видели в предыдущем докладе действительно сейчас сахароснижающие препараты стратифицированы по их эффектам на сердечную недостаточность и группы для которых однозначно показаны позитивные эффекты класс 1 уровень доказательности А это группа ингибиторов натрия-клюкозных транспортеров все препараты снижают риск декомпенсации сердечной недостаточностью наших пациентов на фоне атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний эмпоглифлозин в отдельном исследовании по изучению пациентов с сахарным диабетом продемонстрировал снижение риска смерти в таком отдельном исследовании это был единственный препарат вы знаете что в этом году у нас завершились еще совершенно беспрецедентные исследования в которых эти препараты изучались уже у пациентов без сахарного диабета то есть в углу была поставлена уже сердечная недостаточность низкой фракции выброса и исследование ДАПА-Ячеев и завершившиеся вот в этом году исследования Эмпера-Редьюс продемонстрировали что эмпоглифлозин и дапоглифлозин снижают риск прогрессии сердечной недостаточной предсмерти у пациентов без сахарного диабета тоже то есть это было новое знание еще одна группа пациентов которые являются кандидатами на лечение этими препаратами была обозначена другие группы препаратов ну вот агонисты ГПП они считаются безопасными да но какого-то позитивного эффекта то есть вот уменьшить риск прогрессии именно сердечной недостаточности они не смогли то есть это препараты которые влияют именно на течение атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний гигуаниды рекомендуются для лечения центов с избыточным весом без атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний как профилактика их возникновения да то есть это препараты место которых сейчас сместилось вот место метформина уже вот на этап преддиабета как профилактика развития атеросклероза и его прогрессии и если говорить уже вот об эффектах препаратов в отношении сердечной недостаточности мы сказали что вот диабет это состояние которое характеризуется избыточным избыточной задержкой в организме натрия и жидкости поэтому и эффекты препаратов мы рассматриваем прежде всего через призму влияние на основные факторы риска сердечной недостаточности и мы видим и Сергей Николаевич тоже отметил что конечно же тазоридиндионы нам тут совершенно точно не будут полезны потому что они задерживают натрий задерживают жидкость в организме и соответственно скорее вызовут отеки и декомпенсацию сердечной недостаточности и всем принесут пользу то же самое инсулин и препараты сухониломочевины как препараты повышающие уровень инсулина в организме не полезны с этой позиции задерживают натрий задерживают жидкость поэтому скорее ухудшат течение сердечной недостаточности дальше идет блок нейтральных большому счету препаратов это организм рецептора БПП-1 бигуанида ингибитор ДП-4 и вот последняя строчка препараты у которых целый ряд позитивных эффектов был продемонстрирован к настоящему времени это и усиление натриуреза и позитивные эффекты на энергообеспечение миокарда и улучшение функции почек и снижение артериального давления и уменьшение ОЦК со всех позиций ингибиторы натрия-глюкозных фотоспортёров оказывают позитивные эффекты именно на течение сердечной недостаточности я не буду подробно останавливаться на этом слайде вы уже все наверняка наизусть выучили вот эти эффекты данной группы препаратов это усиление осмодиуреза выведение глюкозы из организма и выведение натрия через эти механизмы извините у меня тоже что-то с презентацией Сергей Николаевич меня видно и слышно я вас вижу хорошо да тут что-то организаторы звонили тогда я продолжаю и через эти механизмы реализуются целый ряд положительных эффектов на сердечно-сосудистую систему и улучшение миокардиальной функции снижение преднагрузки снижение постнагрузки снижение массы миокарда снижение артериального давления и улучшение функции почек все по сути дела факторы риска охвачены эффектами этих препаратов и совершенно потрясающие эффекты они конечно же оказывают на энерго обеспечение миокарда на двух ключевых аспектах я здесь позволила себе остановиться вот очень красивый слайд был в презентации верма и я его взаимствовала для этой презентации то есть вот мы сказали что больного с сахарным диабетом миокард объединен энергией ухудшено энергообеспечение миокарда ухудшены метаболические процессы и посмотрите что происходит когда пациент начинает принимать эмпатрифлазин у него повышается энергообеспеченность через ряд механизмов первое он получает новый совершенно потрясающий источник энергии назвать его новым не совсем правильно потому что это механизм который в нашем организме уже давно реализован и в периоды голодания например у нас всегда повышается продукция бета-гидроксикатирата снижается уровень инсулина повышается продукция глюкогона и увеличивается образование бета-гидроксикатирата который является совершенно потрясающим энергетическим субстратом для миокарда обеспечивая гораздо большее количество энергии чем свободные жирные кислоты и глюкоза и при этом не требуя кислорода а ведь миокард пациента с сахарным диабетом с ашемической болезнью сердца это миокард еще и находясь в состоянии гипоксии поэтому возможность обеспечивать хорошее энергообеспечение в условиях дефицита кислорода вот это тот важный момент который нам дает бета-гидроксикатират как энергетический субстрат для миокарда и второе вот то что мы сказали про натриеводородные обменники гиперактивация которых приводит к развитию целого ряда патологических процессов включая и уменьшение энергообразования и сосудистый отек и увеличение АЦК и мы видим что под воздействием эмбокреплозина происходит ингибирование этих обменников и устанавливается нормальное энергообеспечение в миокарде кроме этих специфических механизмов препараты данной группы влияют на все те факторы которые мы обозначили как ключевые для развития сердечной недостаточности у пациента с сахарным диабетом снижение гликированного гемоглобина в среднем на процент по группе снижаются эти препараты причем это имеет место независимо от длительности диабета снижение веса для всех препаратов группы было продемонстрировано в множестве организированных клинических исследований то есть где-то в среднем 4 килограммовая потеря веса обеспечивается влияние на артериальное давление носится уникальный характер так же как на уровень глюкозы мы имеем субстрат зависимое снижение уровня артериального давления то есть при гипербикемии чем выше уровень глюкозы тем в большей степени он снижается под воздействием препарата и то же самое мы видим в отношении артериального давления то есть при более высоких цифрах давления происходит более выраженное снижение и это позволяет нам обеспечить попадание нашего пациента вот в этот диапазон то есть между артериальным давлением первое что надо отметить что гипертензия является одним из мощнейших факторов риска развития сердечной недостаточности то есть 70% случаев сердечной недостаточности у больных с диабетом ассоциированы с гипертензией и взаимосвязь риска смерти от сердечной недостаточности риск смерти повышается при высоких тоже повышается то есть вот такая гипербола у нас и соответственно для того чтобы пациент оказался вот в этом диапазоне самого низкого риска вот этот субстрат зависимость снижения артериального давления является очень важным далее мы сказали что инсулинотерапия является фактором риска прогрессии сердечной недостаточности пациента с сахарным диабетом и вот в этом году на американской диабетической ассоциации был представлен доклад в котором анализировались результаты субанализа по влиянию эмпоглифлозина на вероятность начала инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом и вы видите что терапия эмпоглифлозином очень значительно в разы снижала то есть фактически в два раза во всех точках на протяжении четырех лет наблюдения происходило уменьшение необходимости добавления инсулинотерапии пациентам с сахарным диабетом которые были включены в это исследование и как вы понимаете это в целом крайне позитивный момент эндокринологи которые нас сейчас слышат наверняка не раз сталкивались с ситуациями когда пациенты в тяжелом негативе находятся когда мы их пытаемся перевести на инсулинотерапию и с этой позиции и с позиции рисков сердечной недостаточности вот эти результаты это огромное благо уменьшение массы миокарда левого желудочка тоже было продемонстрировано в отдельных исследованиях которые это изучали и действительно как масса миокарда так и структура миокарда уменьшение жесткости миокарда улучшение его эластичности было продемонстрировано в исследованиях на фоне лечения м-поблифлозина и вот новые данные этого года крупный метаанализ по влиянию ингибидров натрия гокозных транспортеров на вероятность развития фибрилляции предсердий и смерть от фибрилляции предсердий анализ 16 рандомизированных исследований по всем препаратам ведь еда поглифлозина и канаглифлозина и эмпоглифлозина были включены в это исследование более 20 тысяч пациентов и общий итог который вы видите на экране снижение риска как развития фибрилляции предсердий так и смертности пациентов продемонстрировано и мы знаем что с одной стороны фибрилляция предсердий повышает частоту неблагоприятности сосудистых событий а терапия эмпоглифлозином позволит снизить частоту этих событий очень значительно в 4-5 раз происходит снижение риска неблагоприятных здесь сосудистых событий включая вот как сейчас стало понятно из результатов представленного метаанализа и риск самофибрилляции предсердия далее мы сказали что хроническая болезнь почек как снижение СКФ так и развитие альбоминурии являются факторами которые ухудшают течение сердечной недостаточности и в исследованиях прежде всего на эмпоглифлозине было показано замедление прогрессии хронической болезни точек и снижение времени до достижения почечной конечной точки то есть частота достижения почечной конечной точки которая включала смерть от почечной недостаточности развитие терминальной почечной недостаточности удвоения креатинина в сыворотке крови на 46% это было продемонстрировано в исследовании Эмпорек и вот что очень важно для нас те пациенты у которых уже развилась хроническая болезнь почек они сохраняли эти защитные эффекты то есть вы видите что снижение риска прогрессии у пациентов с хронической болезнью почек со скоростью клубочкой фильтрации ниже 60 было столь же хорошо как и у пациентов которые не имели хронической болезни почек и совершенно потрясающий результат я считаю представила помянутые уже исследования Эмпер Редюс в котором также анализировалась конечная почечная точка и у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью с фракцией выброса ниже 40 на 50% снижалось достижение почечной конечной точки то есть еще более выраженный эффект был у пациентов с сердечной недостаточностью что несомненно является очень важным аргументом пользу назначения этих препаратов сердечно-сосудистые заболевания но в принципе здесь наверное я не скажу ничего нового потому что изначально уже в рекомендациях обозначен этот факт что пациенты которые имеют сердечно-сосудистые заболевания они являются несомненными кандидатами на терапию глифлозинами и развитие событий оно несомненно еще больше усугубляет риск прогрессии сердечно-сосудистых заболеваний и повторные инфаркты повторные инсульты гораздо более часто развиваются у пациентов которые уже перенесли инфаркт или инсульт и это касается конечно же и прогрессии сердечной недостаточности тоже и терапия глифлозином она несомненно снижает частоту сердечно-сосудистых событий во всех группах которые и имели события и не имели событий но все-таки вот если мы посмотрим на тренд то более существенный эффект мы видим у пациентов которые перенесли какое-либо событие и суммируя вот ту информацию которую я представила эмпоглифлозин влияет фактически на все факторы риска развития сердечной недостаточности я думаю что вот этот слайд уже не вызовет у вас удивление опять-таки вот интересный субанализ по эффектам эмпоглифлозина был представлен у пациентов которые были статифицированы по степени риска была взята вот эта шкала риска сердечной недостаточности пациенты были поделены на три группы низкого умеренного и высокого риска и вот посмотрите как меняется риск развития сердечной недостаточности частота развития сердечной недостаточности в группах риска в принципе во всех трех группах произошло достоверное снижение частоты развития сердечной недостаточности но вот если мы возьмем абсолютное значение в группе низкого риска это снижение было на 3% а в группе очень высокого риска это было снижение на более чем 30%. То есть ищутите разницу. То есть вроде бы и там, и там достоверный риск, но все-таки разница колоссальная. Поэтому мы должны понимать, что чем выше риск развития сердечной недостаточности нашего пациента, тем более активно мы должны его склонять к тому, чтобы он начал терапию эмпоглифазином. И подводя промежуточный итог по своему выступлению, я хочу сказать, что как можно более раннее назначение эмпоглифазина у пациентов с сахарным диабетом поможет нам максимально снизить риск развития сердечной недостаточности. И чем больше факторов риска сердечной недостаточности имеет пациент, тем более настоятельно мы должны рекомендовать ему эту терапию. Ну и завершить я хочу двумя моментами. Первое, то, что уже было озвучено в докладе Сергея Николаевича, что назначение терапии эмпоглифазином очень быстро дает нам эффект. И буквально вот через два месяца мы уже имеем снижение сердечно-сосудистой смертности у наших пациентов. Посмотрите опять результаты субанализа, которые были представлены на АДА в этом году. И этот эффект сохраняется длительно. И то же самое в отношении снижения риска сердечной недостаточности. Очень быстрое развитие эффекта. Уже на 17 день мы видим улучшение функционального класса и улучшение самочувствия пациента, качества его жизни. И этот эффект сохраняется опять-таки длительно. Ну и последнее сейчас стало очень популярным оценивать все через призму реальной клинической практики. Одно дело рандомизированные клинические исследования, где пациенту буквально там на блюдечке подносят препараты. И совсем другое реальная жизнь, когда он покупает эти препараты часто за свои деньги, не всегда удается их получить в алкоте. И вот очень крупный анализ, который был проведен по эффектам эмпоклифлозина в реальной клинической практике. Причем здесь уже не с плацебо, а с активным препаратом сравнивали его эффективность. И вы видите, что здесь эффекты его на снижение риска смерти не только сохраняются, но даже несколько выше. В исследовании эмпоклифлозина снижение риска смерти на 38%, здесь на 48% произошло. Это общая смертность. Также очень выраженные защитные эффекты в отношении почек. Снижение необходимости проведения диализа на 36% и снижение риска остропочечного повреждения. И, конечно же, снижение прогрессии сердечной недостаточности. При этом я хочу обратить внимание, вот здесь была проанализирована группа пожилых пациентов. У нас в алгоритмах обозначено, что пожилые пациенты – это кандидаты, прежде всего, на ингибитор ДП-4. Мы, конечно же, не отрицаем этого факта. Действительно, это самая безопасная группа препаратов, которые могут использоваться при любой стадии почечной недостаточности, которые не вызывают гипогликемию и защищают от нее, которые действуют на основу патогенеза при сахарном диабете второго типа. Но при этом мы должны понимать, что если этот пожилой пациент находится в высоком риске сердечной недостаточности, то эмпоглифлазин принесет ему гораздо больше пользы и продлит ему жизнь в гораздо большей степени, чем терапия ингибиторами ДП-4. Хорошей альтернативой является комбинация этих препаратов. Итак, подводя окончательный итог, я хочу сказать, что как в реальной практике, так и в рандомизированных исследованиях эмпоглифлазин продемонстрировал высокую эффективность в снижении риска развития прогрессирования сердечной недостаточности, в снижении риска смерти наших пациентов. Поэтому, конечно же, эта терапия должна быть рекомендована обязательно. Ну и на заметку кардиологам, я вот уже традиционно показываю слайд о том, как кардиолог должен решать вопрос о назначении терапии препаратами этой группы. На этом я завершаю свой доклад. Благодарю за внимание. Вы пока можете внимательно посмотреть на этот слайд, а я с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо большое, Алина Юрьевна, за прекрасное выступление. Я смотрю, вопросов пока нет. Хотел бы обратиться к нашим организаторам техническим. Я так понял, что, к сожалению, слайды мои не демонстрировались. Я готов отправить свои слайды нашим слушателям. Я попрошу вас это технически возможно сделать. Если возможно, то вы напишите, как это сделать и отправить слайды. Вот мне, честно говоря, обидно даже, то, что так получилась ситуация. Я не видел информацию, что слайды не показывали. Но надеюсь, что это такой небольшой казус, который не повлияет на суть того, о чем я говорил. И еще раз хочу выразить большую благодарность Алине Юрьевне за прекрасное выступление. Мне очень нравится с ней выступать. Вот здесь смотрю. Взаимно. Ваш вопрос... Так, нет, просто... Ну, здесь это пишут. Непонятно. Вопросов нету, да? Да, Алина Юрьевна. Я вижу два вопроса, но... Это еще касалось отсутствия слайдов. Так что новых вопросов я не вижу, не появилось. Ну, тогда мы с вами завершаем. Большое всем спасибо за участие. До скорых встреч. Надеюсь, что позитивная вроде динамика, уменьшение заболеваемости. Дай Бог, все было бы хорошо. Всего доброго. Спасибо большое. Всем спасибо, Сергей Николаевич. Удачи. До новых встреч. Да, спасибо большое. До новых встреч.